11.04 в Москве. Доброе утро, друзья. 12 ноября 2012 года мы выходим в эфир с программы «Рунет сегодня». Как обычно, рассказываем о главных событиях, случившихся в мобильном вебе, интернете в целом, в цифровом пространстве. В общем, всем том, что, как я нередко говорю, делает наше с вами будущее. Мы звучим на 99.6 в Москве или онлайн на финанс.фм. Также нас можно услышать в подкасте в удобное для вас время, если когда вы на него подписались. Подписаться можно также на сайте финанс.фм, либо в iTunes. Итак, меня зовут Максим Спиридонов, а гости этого выпуска, которые обычно вместе со мной обсуждают события ушедшей недели, это Андрей Зотов, управляющий партнер компании ADJ Consulting. Андрей, приветствую. Здравствуйте. Алексей Котков, вице-президент, директор по международному развитию Мэйвру Групп. Алексей. Добрый день. Доброе утро. Здравствуйте. Значит, коллеги, для вас, как обычно, и для наших слушателей, скажу о том, что мы обсуждаем главное, что случилось в интернете и окрестностях. Скажу также о том, что прошлый понедельник был государственный выходным, мы не были в эфире, поэтому эта программа будет несколько необычной, поскольку мы будем говорить не только о новостях последней недели, как это обычно бывает, но и затронем новости, которые имели место на неделю раньше, некоторые из них. Итак, главные события, которые окажутся в фокусе внимания в этой программе, таковы. Заявление руководителя «Купи VIP Оскара Хартман на необходимости менять систему онлайн-продаж в Рунете», которая была неожиданно поддержана замминистром связи Денисом Свердловым, правда, потом на отчет высказался также и министр Никифоров, уже несколько скептичнее. Далее, Мэйл.ру Групп представила домен my.com, который будет использоваться для продвижения на иностранные рынки. Как впрочем, и другие новости вокруг Мэйл.ру Групп также попадут в спектр нашего внимания. У нас есть человек, который, думаю, что даст самые прямые комментарии изнутри, поскольку Алексей является вице-президентом именно и директором по международному развитию. Значит, ну, поговорим о том, что начал свою работу единый реестр запрещенных сайтов, тот самый реестр черных списков, или как по-другому называют его, и о том, какие сайты в нем появились, о том, что, собственно говоря, из этого проистекает, и какое будущее, на взгляд специалистов, у этого реестр предстоит. Это главное, о чем пойдет разговор сегодня. Для начала в спецрежиме поговорим о менее значимых, но также интересных новостях. Рунет сегодня. Итак, торренты могут быть запрещены в России. Минкомэкономразвитие направило в правительство предложение по созданию безопасного рунета. Газета «Коммерсант» сообщает, что в документе одной из главных задач объявлена борьба с торрентами. Андрей, насколько реалистичным кажется вам подобная борьба или война, как, кстати говоря, была сказана в заметке «Коммерсанта»? Мне понятно, когда крупные правообладатели пытаются бороться против торрентов, вернее, не против торрентов как механизм, а против размещения специфических объектов, специфических защищенных авторских правом объектов в этих торрентах. Но не секрет, что это практически идентично. То есть борьба с торрентами это практически равно борьбе с распространением нелегального контента. Мы знаем там его большая часть. Так нельзя утверждать. На самом деле в интернете уже сейчас лежит огромная часть мировой культуры, накопленной за столетия, которая не защищается на сегодняшний день авторским правилом ввиду давней смерти авторов этих произведений. И это полезная вещь. Кроме того, торрент совершенно не является национальным российским явлением. Он экстратерриториален. Почему мы считаем, что у себя в нашем хорошем, приятном пруду мы можем установить режим, при котором не будет существовать хищников в соседней речке? Так не бывает. Поэтому мне кажется, что само слово «борьба» в применении к этой проблеме, оно в общем-то носит сугубо символический характер. И скорее является попыткой показать отношения, чем действиям, которые происходят. Чем реальные угрозы? Конечно. Согласны? Да, я согласен с Андреем. Мне кажется, что правильно было бы заглавить данную новость, как правообладатели России или какие-то фискальные органы начинают новое наступление на защиту, направленную защиту защищенных каких-то произведений, защищенных авторским правом. То есть это инициатива не государства, но страны-правладатели и их лоббирование, которое устами исполнительной власти вот так вот проявляется? Ну, просто само по себе слово «торрент» на самом деле не значит ничего. Это технический способ доставки обмена информацией. Совершенно верно. Никто же не говорит о том, то есть да, там в Соединенных Штатах, в других странах были прецеденты, когда закрывались именно там какие-то крупнейшие загрузочные площадки, позволяющие обмениваться файлами, обмениваться там данными, но при этом все это все-таки называется борьбой за правильное использование и соблюдение правил по товарным знакам, по авторским правам. То есть, в общем, пока, чтобы так вот коротко резюмировать, пока не стоит опасаться пользующим протоколу «торрентов», что его просто перекроют полностью как таковой в России. Вы знаете, я сделаю такую небольшую, может быть, информационную справочку о том, что, насколько я знаю, торренты составляют достаточно большой процент трафика у всех провайдеров, начиная от провайдеров широкополосного доступа, заканчивая провайдеры… По разным оценкам до половины. До половины, да. И это очень много. И я думаю, что вот так огольно говорить о том, что можно запретить сервис, которым пользуется такое количество народу, такое количество юзеров интернет, обеспечивающих такой большой поток трафика, ну, это… Маловероятно. Неправильно. Хорошо, пойдем дальше. Есть еще одна сторона, Максим, извините, хочу добавить, что торрент, сети являются международным явлением, глобальным и регулируют ее в рамках любой одной страны безнадежные занятия. Ну, мы об этом будем говорить о том, как можно регулировать в рамках одной страны интернет-ресурсы в последней новости про реестр, собственно, запрещенных сайтов. Яндекс представил международные карты. Как вам эта новость, Алексей, как вам это дело, учитывая то, что вы, как раз, тоже занимаетесь международным развитием в мейле? Ну, вы знаете, я читаю эту новость, сразу представляю стоимость этой новости в смысле того, что карты это очень, на самом деле, дорогое удовольствие, и международные карты, покрывающие весь мир, детальные карты, это очень-очень-очень-очень дорогое удовольствие. Можно ли говорить, что это указывает явно на амбиции Яндекса вот в этом сегменте составить конкуренцию Гуглу глобально? Ну, я бы сказал, что это указывает на готовность Яндекса нести большие финансовые именно потери для того, чтобы расширять границы бизнеса. Я бы сказал, затраты, наверное, все-таки, инвестиции. Нет, это потери. Потери? Это потери, потому что количество инвестиций, необходимых для того, чтобы этот продукт заработал, оно несоизмеримо с тем, какое количество денег можно заработать, даже, на мой взгляд, в том будущем, который мы можем себе представить. Но это краткосрочная и долгосрочная перспектива. Мне кажется, что Яндекс имеет большие планы наполеоновские. Тут все вытекает из их стратегии. Если стратегия Яндекса быть глобальным конкурентом с Гуглом, они волей-неволей рано или поздно должны выкатывать сервис карты. Вопрос когда? Это вопрос выбора верной тактической альтернативы для достижения стратегической цели. Но мне здесь кажется, что ситуация примерно такая. Яндекс, который себя позиционирует как глобальный конкурент Гуглу обречен воспроизводить примерно все те конкурентные сервисы, которые он имеет у нас, помимо поиска, для того, чтобы стать таким глобальным игроком. И хорошо это или плохо, я не знаю, но это некоторое следствие определенной стратегии. Будем наблюдать амбиции Яндекса в глобальном пространстве. Я наблюдал карты в Турции. И на самом деле карты Яндекса в Турции работают и помогали мне ездить с детьми. И пробки. Едем дальше. Microsoft прекратит разработку Windows Live Messenger и интегрирует его функции в Skype. Как вам такая информация? Учитывая то, что Live Messenger довольно-таки популярное устройство. Ну, программа, вернее сказать. Владея двумя замещающими друг друга компонентами программного обеспечения, вы рано или поздно должны сделать выбор. Это так, Алексей? Я вот почему улыбаюсь? Потому что у вас-то три, если не ошибаюсь, не больше. И Mail Agent, и ICQ. И все. А ну два, окей, хорошо. Нет, но есть, конечно, есть, конечно, возможность сообщения в социальных сетях, но это немножко другое, да, в моем мире, в Одноклассниках. На самом деле, я абсолютно согласен с Андреем, действительно, иметь два по своей сути похожих продукта, причем Skype гораздо более сильный бренд, безусловно, и гораздо, скажем так, с большим потенциалом дальнейшего развития. Функционально более широкий. Функционально более широкий. Более развитый в том направлении, который, безусловно, сейчас будет выходить на передний план, а именно голосовое видеообщение, потому что все-таки сообщение текстового мессенджен, на мой взгляд, устаревает в сравнении с возможностью видео и голосового общения, с развитием доступа, с увеличением скорости доступа, потому что шаг абсолютно логичный. Мейл так пойдет туда? А мы двигаемся активно, мы двигаемся, если вы обратите внимание на все наши новости, связанные с нашими мессенджерами, мы очень активно рассказываем про наши возможности голосового и видеообщения в ICQ и в агенте. И делаем очень большие успехи. Совсем коротко, в 20 секунд. Прокомпутируйте то, что администрация президента ограничивает активность губернаторов в Твиттере. Слышали об этом, да? То, что им порекомендовали как-то поменьше трещать в соцсетях. Политика публикации в открытой печати всегда была объектом регулирования. Не только в крупных фискальных системах, но и в корпорациях. Это нормально. Меня это не удивляет. Кажется совершенно естественным явлением. Алексей? Я бы сказал, что меня удивляла та свобода, которая была до этого. Браво, да. Ага. То есть, в общем, естественно, то, что политики должны придерживать собственные пальцы, наверное, не язык. Более того, более того, само понятие, само понятие... Я извиняюсь, мы сейчас выходим на новости. На этом закончим обсуждением и перейдем к главным темам. Через минуту поговорим об острой дискуссии вокруг, как вы знаете, электронной коммерции. Между тем, мы продолжаем. Доброе утро снова, друзья. Это 12 ноября 2013 года. Именно в этот день выходит программа «Родан сегодня» для тех, кто слушает нас в подкасте. То есть, не во время прямого эфира, в котором мы находимся с моими гостями, а в записи. Что, кстати говоря, рекомендую вам делать так же, если когда вы вдруг не находитесь в доступности радиоприемников или компьютеров в 11.00 по понедельникам. Именно это время выхода программы «Родан сегодня». Напомню, что звучим мы на 99.6 FM в Москве. В онлайне нас можно слушать на финан.fm. Ну и также о том, что меня зовут Максим Спридонов. А гости этого выпуска Андрей Зотов, управляющий партнер компании ADJ Consulting. Алексей Котков, вице-президент, директор по международному развитию Mail.ru Group. Коллеги, хочу задать такой вопрос. Насколько эффективно развивается, с вашей точки зрения, электронная коммерция в Рунете? Можно ли сказать, что темпы развития слишком низки в сравнении с другими странами? Или, наоборот, они высоки? Как вы думаете, Алексей? Я думаю, что сколько людей, столько мнений. И по этому вопросу, безусловно. Но есть измеряемые показатели? Мне кажется, что на самом деле развитие происходит абсолютно нормальное. Могло бы оно быть более быстрым? Ответ могло бы, да. Что тормозит? Целый букет факторов, которые можно обсудить, наверное. Ну, на скидку, вот можно ли привести это к какому-то, там, три-единству, пяти-единству главных таких тезисных ключевых проблем? Опять-таки, мы все их знаем, но что бы прозвучали, прежде чем пойдем обсуждение конкретно этой новости, которая стала предметом нашей дискуссии в этот раз? Ну, на первое место я бы поставил проблему с доставкой ввиду расстояний страны, логистика, безусловно. Это, ну, огромная проблема, в общем, связанная не только с электронной коммерцией, связанная вообще со всем в стране. Ну, потому что не только расстояние, но и отсутствие системы, которая бы обеспечивала покрытие этих расстояний. Называется инфраструктурный компонент, его не хватает. Окей. Второе, это возможность защищенных платежей, комфортных, условно говоря. Общепризнанных. Общепризнанных, условно говоря, PayPal. Ну, и третье тут как раз то, о чем говорят часто коллеги, это непредсказуемость некоторых разделов законодательства, регулирующих права и ответственности продавца и покупателя в случае доставки, особенно в случае трансграничной доставки. Да, действительно, эта проблема существует. Законодательством здесь нужно работать и его развивать. Окей. Сейчас об этом мы будем говорить, то есть о том, что может являться одной из главных проблем российского электронного ритейла. Руководитель интернет-магазина купи VIP Оскар Хартман высказал недовольство в отношении системы онлайн-покупок, которая сложилась в Рунете. По его словам, Россия сейчас похожа на огромную зону дьюти-фри, поскольку товары зарубежных онлайн-магазинов не облагаются таможенными платежами. Это, в свою очередь, не позволяет отечественным ритейлерам конкурировать с иностранными продавцами. Схожую позицию высказал замминистра связи и массовых коммуникаций страны Денис Свердлов, который заявил, что его ведомство выступает за пересмотр условий, по которым россияне ввозят в страну товары, купленные в зарубежных интернет-магазинах. Впрочем, позднее руководитель министерства Николай Никифоров опроверг слова своего подчиненного. Ну и можно добавить, что позже Оскар Хартман, в ответ на обвинения в лоббизме своих интересов, сказал, что его неправильно поняли, что с Минкман связи он не общался и даже не знал, кто такой Свердлов. В интервью порталу «Деловая среда» он заявил, что импортные пошлины на одежду надо снижать, может быть, до нуля. Иметь два таких разных канала продаж – это нонсенс. Иностранцы смотрят на все это и думают, что мы идиоты. Поэтому они не хотят здесь создавать рабочие места, они смотрят на Россию только как на рынок сбыта и думают, что сейчас мы их всех сделаем. Это буквально цитата из «Оскара». Он также пояснил, что его беспокоят правила, по которым граждане РФ могут возить беспошлину на одежду на 40 тысяч в месяц, 40 тысяч рублей, в то же время как по его подсчетам российский потребитель в среднем тратит на одежду меньше тысячи долларов в год. Такого лимита, снова-таки, цитата, нет нигде. В Германии лимит 150 евро, в Норвегии 20, и ты должен все оформлять, чтобы посылка к тебе просто пришла, так импортные пошлины на одежду надо снижать, может быть, до нуля. Вот такие вот соображения высказал Оскар. Что думаете, Андрей, по этому поводу? Ну, начнем с того, что в нашей компании проектов, связанные с электронной коммерцией, проходит примерно одна четверть от общего количества проектов, которые вообще как-то связаны с интернетом. И то, что мы видим объективно, это даже не конкретные недостатки законодательства, а то, что подавляющее большинство предпринимателей в этой сфере жалуются на непредсказуемость исполнения отдельных требований законодательства. То есть речь идет о том, что отдельная посылка, пришедшая пусть с одеждой, примером Оскара, из-за границы может быть обложена некоторым таксом при пересечении границы, а другая нет. И это наихудшая ситуация. То есть картины, где всеобщая безналоговость при пересечении границы нету. И почему коллега об этом говорит, мне непонятно. То есть все-таки вы считаете, что Оскар не прав? Нет такого, что все не облагается? А есть некая лоскутность в этом отношении? Я бы это назвал просто неполной реализацией механизмов, которые поддерживают уже принятые законодательные акты. И на этом пути ситуация, к сожалению, улучшается гораздо медленнее, чем хотелось бы. Алексей, по вашему мнению? Вы знаете, я бы отметил вот что. Что заявление Оскара, оно немножко странно в части масштаба проблемы. То есть количество покупок, совершаемых в иностранных магазинах, тем более покупок одежды, оно совершенно ничтожное. То есть это... Это доподлинно известно вам, кстати говоря? Это важно. Это доподлинно известно. Это очень небольшое количество. Более того, ограничение в 1000 евро, что действительно составляет порядка 40 тысяч рублей, оно очень условное. То есть ограничение, насколько я изучал этот вопрос, вводится посредством указания получателя и адреса доставки. То есть если у вас семья из 4-х человек, вы, в принципе, можете на 4-х заказать в месяц на 160 тысяч. И это цифры уже другого порядка. Но при этом этого никто не делает. Потому что в том числе западные компании. Могу привести пример Томми Хиллфигера американской компании. Вы в этом году, в сравнении с тем, что было там год назад и раньше, не можете заказать из магазина Томми Хиллфигер онлайн доставку в Россию. Просто невозможно. При указании адреса России они отказывают доставки. Если ты указываешь адрес Соединенных Штатов, пожалуйста. То есть магазинам, производителям за рубежом в том числе выгодно, чтобы у них закупались большие российские компании, закупались по тем ценам, которые оговорены, чтобы поступали платежи, видимо, в соответствии с каким-то планом. Ну и с гарантиями. И с гарантиями, да. И второе, то, что на самом деле, как я общался с коллегами, обсуждали мы этот вопрос, большинство, абсолютное большинство пользуются не DHL, ну не срочными доставками для подобных покупок, а обычными доставками обычной Почты России. Потому что мгновенная доставка очень сильно удорожает. Так же, как и тяжелая доставка очень сильно удорожает. Там больше 10 килограмм получается совершенно невыгодная цена. Ну так вот, и приходит в почтовое отделение товар, при том, что люди, как мы уже обсудили, имеют возможность заказывать там в месяц не на 40 тысяч, а на гораздо большую сумму, если есть желание это сделать, не очень удобно и не очень интересно, на мой взгляд, покупать одежду таким образом. Потому что, ну вы представьте себе, нужно прийти в почтовое отделение, там подождать 4 недели, достать эту вещь, она не подошла, отправить обратно там и так далее. Поэтому я думаю, что проблема раздута в плане масштаба, но то, что нужно какое-то регулирование связанное, понятное регулирование, вот о чем сказал Андрей, связанное с онлайн-торговлей, это абсолютно точно. В твиттере Максим Спиридонов, это мой личный твиттер, который используется в служебных целях во время программы, мы задали вопрос. Он звучал следующим образом. Покупаете ли вы товары в зарубежных тренд-магазинах? В каких, если да? И почему? Ответы такие поступают. eBay, AliExpress, Delay Extreme. Да, это, кстати, видимо, очень продвинутый пользователь, потому что он покупает, обратите внимание, на глобальном eBay. И на востоке, но в Китае. AliExpress, это китайская компания, Ali Baba Group, входящая в эту корпорацию. Дальше ответ. 6pm.com, потому что дешево, объясняет человек. Computer Universe.com, цены ниже, снова-таки. Ну, далее, да, Asos.com, даже не знаю такого, и Amazon.com, цены ниже, ждать готов, если не доходит моментальный возврат денег. Вот. Вот такие вот ответы. Максим, а речь именно про одежду или речь про какие-то вообще покупки? Вопрос был общим. Покупаете ли вы товары в зарубежных тренд-магазинах? Нет, это важно, на самом деле, потому что заказать книжку, заказать какой-нибудь редкий винил, не знаю, что угодно, но не одежду, это совершенно другая покупка. Ну, суть-то та же, получается, что они не облагаются налогами. Суть здесь отличается, потому что товар, одежда является товаром с высоким процентом отказов по естественным физиологическим причинам. И, соответственно, именно в этом случае наличие мощной инфраструктурной компоненты логистики является предельно важным. Я не понимаю, почему высказывались жалобы по поводу налогов и таксов при пересечении границы. Не это важно. А важно именно то, что не имея здесь форвард-склада, поставщик одежды из-за границы будет заведомо нести существенные затраты в случае отказа. А высокий процент отказов заставит его эти затраты принять. Естественно, они не очень хотят работать с Россией. Ну, это, смотрите, если смотреть позиции Оскара, который торгует с новым одеждой, но ведь есть и другие товары, которые реально не настолько проблемные. Книги, техника и так далее. Они ведь тоже, получается, не облагаются налоговой пошлиной. И покупка этих товаров в зарубежных магазинах ставит зарубежные магазины в конкурентную позицию гораздо лучше, чем российские. Нет? Я бы сказал, нет. Нет. Почему? Нет, потому что структура цен примерно одинаковая. Это открытый общий конкурентный рынок. Ну, вот приведу пример. Ну, налоговая-то пошлина добавляется в российском случае? И НДС еще. И НДС, да. И цена все равно при этом остается сопоставима на одни и те же единицы. Ну, чуть-чуть дороже в России. Но сравните, доставка из того же Амазона, интересующей вашей, свежей, интересной книжки, по своей стоимости будет больше, чем стоимость самой книжки. Что вполне побьет и НДС, и местные какие-то налоги, которые у нас существуют. Но я бы хотел сказать, что регулировать эту область все равно нужно. Все равно здесь несовершенное регулирование. Разобрать, например, один пример покупки электронного доступа к книгам в том же самом Амазоне, Kindle. Это тоже должно быть объектом регулирования? Хоть каким-то. И тоже должны быть налоговые пошлины? Так мы дойдем до налоговых пошлин на мобильные приложения. Ну пусть их не будет. Но это должна быть открытая позиция, которая закреплена и в законодательстве, и в механизмах его реализации. Понимаете, да, в конце концов, почему? Если ты имеешь возможность скачать, не знаю, то, что мы обсудили в начале разговора, с торрента или с какого-то официального загрузчика, скачать какую-то композицию, причем абсолютно бесплатно, потому что есть большое количество официальных загрузчиков, где бесплатные композиции. Как Андрей сказал, действительно, правообладатели просто нет. Окей, она заканчивает нам. После выпуска новостей поговорим про целый ряд новинок у Mail.ru Group. Тем более интересно это сделать компанией топ-менеджера, которая у нас находится в студии. Снова доброе утро. Продолжаем. Это он сегодня, 12 ноября 2012 года, 99.6 в Москве, онлайн на финанс.фм. Меня зовут Максим Спиридонов, а гости этого выпуска, обсуждающие вместе со мной события ушедших двух недель, потому что, напомню, мы не выходили в прошлый понедельник, поскольку это был выходной. Вместе со мной обсуждают события ушедших двух недель Андрей Зотов, управляющий партнер компании ADJ Consulting, и Алексей Котков, вице-президент, директор по международному развитию Mail.ru Group. Есть мнение, коллеги, что время больших порталов, больших веб-порталов, правящих балл в конце 90-х, начале 2000-х, оно уже прошло. Что сейчас пора социального веба, интеллектуальных поисковиков, узкоспоризированных сервисов. Да и вообще, какие порталы, когда весь онлайн стремительно перетекает в мобильный веб. Все ужимается до пределов нашего смартфона, в котором маленькие приложения с какими-то точечными функциями. Мы сейчас будем подробно говорить про Mail.ru, главный портал Рунета. Но до этого было бы интересно послушать ваше мнение о другом портале, американском, о Yahoo. Каким видите его настоящее и будущее? Андрей. Yahoo сейчас проигрывает рынок. Для того, чтобы снова стать одним из лидеров, им абсолютно необходимо переделать свою стратегию, с учетом, в частности, того, о чем вы говорили. Мы занимаемся одним из интереснейших проектов Юго-Восточной Азии. И именно там мы конкурируем напрямую с Yahoo в области составления каталога в местном лингвистическом домене. Выясняется, что коллегам из Yahoo не хватает гибкости. И на этом можно играть. Их конкуренты именно на этом их и обыгрывают. А удобство каталога как средство доступа, но их отрицать невозможно. Это будет существовать всегда. Потому что люди любят кушать и сырой кусок мяса. Это поисковик настоящий, Google, Яндекс и так далее. Но любят кушать и уже специально обработанные котлетки. Это Yahoo, другие каталоги. То есть Yahoo все еще отстает и в этом достаточно последовательно. Несмотря на смену топ-менеджмента и вроде как принятие все новых и новых инновационных стратегий. Ну давайте в их пользу выскажемся. Если они принимают новую стратегию и объявляют ее, сама реализация крупной стратегической инициативы занимает годы. Судить о том, как повлияло последнее изменение топ-менеджмента Yahoo и уточнение их стратегии на их бизнес, мы сможем через 2-3 года, может быть, позже. И я очень желаю, чтобы Yahoo остался как фигурант рынка, потому что это все-таки как бы то ни было конкурент лидером мира. Как Mail.ru смотрит на Yahoo? Вообще, находит ли Mail.ru Yahoo каким-то примером или наоборот неким антиподом, то есть отрицательным примером? Вы знаете, Yahoo на самом деле это очень такая интересная в данный момент сущность. Это сущность, по которой можно действительно писать диссертации, можно учебники писать. С одной стороны, вот я сейчас, если вас, Максим, спрошу, какой новый продукт у Yahoo за последние 10 лет появился? После фликра. Ну, фликр тоже был куплен. Ну, это в течение последних 10 лет. Как и Dilius, который они как-то похоронили по тихой грусти. Вот. Я думаю, что вы, наверное, не назовете. Фликры. И при этом, при этом это все равно остается там и гигантской корпорацией с достаточно большим денежным кэшфлоу, с достаточно большим количеством пользователей. И те действия, которые Yahoo сделал за последнее время, избавилось от ряда непрофильных активов, от долей в китайском... Алибабагрупп. Алибабагрупп, выручив очень неплохие деньги за это, говорит о том, что они пытаются, на мой взгляд, пытаются сфокусироваться на каком-то более понятном продукте, на каком-то более понятном направлении, понятном, прежде всего, всем со стороны. И, возможно, в недрах Yahoo делается линейка или, может быть, один какой-то новый продукт. Ну, смотрит Mail.ru на Yahoo внимательно, отстраиваясь в плюс или в минус, или нет? Mail.ru смотрит на Yahoo внимательно в части конкуренции по почтовым сервисам, безусловно, потому что почта, собственно, Yahoo, она по-прежнему является гигантской. И это хороший пример, как, в общем-то, при отсутствии какой-либо прорывной технологии, и просто при стабильной работе можно сохранять большую скобазу годами. Это действительно хороший пример. Окей. Сейчас у главной новости, связанной с порталом Mail.ru. Корпорация Mail.ru.ru будет использовать домен my.com для продвижения своих сервисов на международном рынке. Об этом заявил руководитель компании Дмитрий Гришин. Когда планируется запустить новый интернет-ресурс и какие именно сервисы будут на нем представлены, пока не сообщается. Дмитрий Гришин в рамках мероприятия Mail.ru.ru Апдейт сказал следующее. Мы добились определенного успеха в русскоязычном интернете, но не собираемся на этом останавливаться. Поэтому уже больше года тестируем отдельные продукты на зарубежных рынках. Сейчас настало время, когда все эти действия должны вестись от единого имени, которое будет более эффективно за рубежом. Поэтому мы приняли решение о том, что нам нужно новое глобальное короткое запоминающееся имя. Сейчас это имя my.com существует. На сайте висит заглушка, на которой предлагается оставить адрес электронной почты для оповещения о запуске проекта. Алексей, у нас, собственно говоря, я понимаю, что главный комментарий этой новости есть. Когда заглушка будет снята и появится нечто? И вообще, насколько серьезно Mail.ru смотрит на это международное развитие? Ну, я, наверное, ничего особо нового к словам Дмитрия добавить не смогу. Когда там что-то появится, это станет всем сразу известно. Я могу сказать, наверное, следующее. Действительно, Mail.ru добился определенных успехов в России. И сегодня я посмотрел на свежую цифру, по-моему, Левадо-центра, что 57% населения уже является пользователем интернета. И за год интернет вырос, процент вырос 52 до 57, то есть на 10%. В принципе, в России продолжается достаточно приличный рост. 10% в год это много. 52 до 57 получается 5%. Ну, относительно 52, 57 выросли на 10. Ага, окей, да, сложилось. Это хороший рост, и, безусловно, нельзя терять фокус с этого рынка. Очень много нужно сделать для того, чтобы сохранить этот рынок, сохранить те позиции, которые у компании есть сейчас. Также мы там активно развиваемся на рынках бывшего СССР, в Казахстане, в Украине, в Белоруссии, в Азербайджане, в Армении, в Грузии. Ну, по сути дела, везде, где наши позиции... Это понятно. Международные амбиции — это работа по остаточному признаку или потенциально главное направление? — Потенциально главное направление, но потенциально главное направление. — В каком разрезе? Сколько временово имеется в виду? Год, два, пять? — Ну, с момента объявления и бесконечно, я бы сказал так. Мы абсолютно точно понимаем, я неспроста упомянул наше развитие на пределах бывшего СССР. По сути дела, везде в этих странах, за исключением азиатских республик Узбекистана, Таджикистана, проникновение интернета достаточно большое, и, в общем, наши позиции там достаточно стабильны. С Майкомом мы рассчитываем получить драматично другое количество пользователей. Драматично другое количество пользователей. — В англоязычном мире, надо понимать. — Во всем мире. Не в англоязычном, во всем мире. Мы много изучали, делали много исследований и посчитали, что домен в зоне ком дает наиболее комфортный доступ именно ко всему миру. Еще раз это отмечу. — Ну, это да, это понятно. — А во всем мире тогда, если не только англоязычном, то какие еще языковые группы вы собираетесь охватывать? То есть все основные, немецкий, португальский, испанский, итальянский и так далее? — Ну, безусловно, огромный потенциал по аудитории есть в Индии. Безусловно, огромный потенциал. Несмотря на то, что по официальным данным, десктоп-пользователи интернета в Индии, по-моему, 57 миллионов, что-то такое. Очень много мобильных уже пользователей. То есть тех пользователей, которых очень сложно посчитать современными метриками. Мы видим хороший потенциал в Бразилии, мы видим хороший потенциал в Азии. Имеется в виду Индонезия, Вьетнам, Таиланд, да? Вот то, куда уже смотрят многие. — Да, в принципе, мы видим хороший потенциал везде. Мы внимательно смотрим на то, что происходит. И вот если сейчас открыть такую краткую дискуссию, то, по сути дела, все названия, они будут повторять друг друга. Это Google, Facebook, Facebook, Google, Google, Facebook. И, в общем, ну, Twitter. И, может быть, туда примешается какое-то одно-два других названия. В принципе, все. — Названия имеете в виду на глобальных рынках? — Да. — То есть на рынках стран? — Да, в принципе, все. — Вы хотите встроиться в число этих названий, и MyCom должен через какое-то время в вашем представлении стать одним из таких? — Да. — А он будет предоставлять услуги, сервисы, подобные тому, что делает Mail.ru сегодня внутри Рунета. То есть некая агрегация различных... — Ну, я бы сказал, что MyCom будет предоставлять те сервисы, которые будут востребованы в тот момент. Мы вот до старта программы с Андреем обсуждали, что интернет — это такая штука, которая меняется просто моментально. И то, что популярна, и та форма, в которой популярна сегодня, совершенно по-другому выглядит завтра. И наша задача — сделать наш продукт таким, который будет нужен именно завтра, что мы, собственно, и делаем. — Андрей, как вы относитесь к амбициям Mail.ru, как человек внешний? — Ну, я вообще очень люблю амбициозных предпринимателей. Я считаю, что это правильно. Тем более, мне приятно, что это российские предприниматели. — Хоррик делает приятно Алексею. — Да нет, наверное, все держаю. Потому что люди, которые отсюда выходят сейчас на международный рынок, а их, поверьте, довольно много, мы работаем с целым рядом таких проектов, это люди, которые не только работают для собственной выгоды, но и для того, чтобы укреплялся и авторитет, и позитивный образ нашей страны. Это очень здорово. А то, что Майком сейчас объявлен, это декларация. И это хорошая декларация. Декларация о намерениях. А когда она будет сопровождена некой стратегией выхода, способами продвижения, которые, я думаю, будут разными, для разных языковых доменов, по крайней мере. — Ну, то есть, получается, что такая же декларация, как декларация Яндекса с его картами и глобальным поиском. — Ну, Яндекс показал конкретные работающие примеры уже. Они просто немножко дальше прошли по этому пути. И уже можно что-то судить об их стратегии. Что сделает группа Майру? Ну, давайте подождем, посмотрим. Мне, честно говоря, нравится сдержанный комментарий Алексея, потому что он просто показывает деловой подход. Да, мы сказали, что мы туда идем. И сейчас мы об этом будем думать и решим скоро. — А как скоро хотя бы? В каких временных масштабах на Майком реально вместо заглушки появится что-то, что можно использовать? — Не хотел бы раскрывать, это сюрприз будет. — Интересно. Запишите тогда меня, пожалуй, зарегистрируйся. — Хорошо, ладно. Значит, что еще можно сказать по этому поводу? Я смотрю, вот есть ли в Твиттере что-нибудь? Пока нет комментариев на этот счет. А, нет, вот есть, ошибаюсь. Мы спросили, какие сервисы, продукты Mail.ru Group смогут, на ваш взгляд, успешно коккурировать на международном рынке. Вот, отвечают следующее. Кстати, напомню, что Твиттер Максим Спиридонов. Это мой Твиттер, который используется... — То есть, отвечают вам за Mail.ru. — Ну, отвечают мне в рамках прямого эфира программы «Рунет сегодня». Агент как альтернатива Скайпу. Ну, да, возможно. Особенно, если как-то будет найден синергетически сплавленный бренд с ICQ, который более известен снаружи, я имею в виду вне Рунета. Далее, мобильная почта, если этим серьезно заняться. Домен майком как нельзя кстати. Игры, такое предположение. Вот, ну и в таком духе. В общем, пользователи смотрят на это довольно позитивно. — Да, Максим, у меня краткий комментарий. Мы совсем недавно были приятно удивлены. И, в общем, эти фотографии, они обошли интернет. — У нас 5 секунд буквально. — Да. Наш продукт нашего игрового подразделения активно рекламировался нашими партнерами на Таймсквере. В общем, огромным брендмауэром. В общем, очевидно, что можем делать что-то, чем страна может гордиться. И мы тоже. — Ну хорошо. После небольшой паузы мы уже далеко не в первый раз коснемся темы реестра запрещенных интернет-ресурсов, который заработал недавно. И снова добрый утро, друзья. Продолжаем ордонать сегодня рассказ о главных событиях ушедших дней в области виртуального, онлайн-бизнеса, интернет-игр, цифрового пространства, всего того, что с этим связано. Значит, напомню о том, что традиционно мы звучим на 99.6 в Москве, о том, что онлайн нас можно послушать на финал.фм, и также о том, что подкаст, то есть запись программы в виде mp3-файла можно скачать или подписаться на он и на сайте финал.фм или в iTunes. Меня зовут Максим Спридонов, а гость этого выпуска Алексей Котков, вице-президент, директор по международному развитию Mail.ru Group, и Андрей Зотов, управляющий партнер компании ADJ Consulting. Прежде чем перейти к обсуждению темы черного списка сайтов, который заработал в ноте недавно, хочу спросить вас, коллеги, насколько вы в курсе того, существуют ли подобные черные списки сайтов или иные способы защиты граждан страны, детей в частности, от интернета в других странах, и как они работают? Андрей. Ну, начнем с того, что наиболее продвинутая технология такого рода используется в Китае, и это годами... Продвинутые, так вы, симулировали. А почему нет? Наиболее радикальная, наверное. Радикальная, да, но если государство считает, что оно должно защищать свои интересы таким образом, то дальше это вопрос технологии, как это сделать. И в этом отношении китайские коллеги ушли далеко вперед. Тут сомнений быть не может. Но при этом говорят, что довольно дыряв этот фейервол все-таки. Любая защита такого рода в интернете не может быть абсолютной. Интернет слишком свободное пространство, которое просто не поддается абсолютной защите и абсолютным ограничениям. Но здесь, мне кажется, вот важно, что понимать, что все будут заниматься теми или иными формами фильтрации контента. Это необходимо и родителям по отношению к детям, и государствам по отношению к гражданам. Кто и как это будет делать, будет регулироваться естественным местным законодательством. Но парадокс ситуации в том, что реально достигнуть результата на этом пути можно только выводя всеобщее глобальное регулирование. А этого пока еще даже не предвидится. Обсуждения такого рода идут на совещаниях ICANN, но это только первичное обсуждение. Пока ничего такого, что служило бы глобальным механизмом управления доступом, не существует. Дам комментарий, что ICANN – это организация, которая отвечает за администрирование доменов в глобальном интернете. Со многими связаны с этими вопросами. Да, Алексей, что думаете на этот счет? Ну, я согласен с Андреем в той части, что либо глобальное регулирование по каким-то единым общим правилам, либо, по сути дела, каждый пытается отрегулировать контент, отрегулировать, давайте говорить, интернет в той части, которая необходима. Кто-то по религиозным соображениям, кто-то по политическим, кто-то по бизнесу, кто-то по этическим, по каким угодно. И, на самом деле, вот этот вопрос относительно реестров черных списков, относительно какой-то фильтрации интернета, он очень хорошо коррелирует с последней новостью в блоке новостном, который мы слышали буквально несколько минут назад, про то, что Apple выплатил какую-то компенсацию швейцарским железным дорогам. На самом деле, ведь в интернете огромная сейчас проблема – это патентные войны. По сути дела, это борьба и ограничение бизнесов между странами, между компаниями. Фильтрация контента – это ограничение, по сути дела, для пользователей. И если одно существует, то, в принципе, второе тоже будет существовать безусловно. В общем, из-за того, что вы говорите, можно сделать такой вывод. Ограничение, можно сказать, цензура в Рунете – это естественный процесс, который проходит так или иначе во всех странах, и вот нас он тоже затронул. Ограничение прав граждан на высказывание своего мнения объективно и существует во всех странах. Применение к интернету – это осложняется тем, что интернет является глобальным феноменом. И, по-моему, запрещение есть на какие-то наказуемые деяния. То есть, когда это высказывание, оно чему-то, что-то нарушает. Максим, в этом-то и дело. Если мы вводим сейчас закон, который будет ограничивать доступ к конкретным источникам контента, то мы должны придать ему такой механизм реализации, который позволит А. Четко квалифицировать эти источники как вредоносные по понятному и открытому набору критериев. И Б. Принимать решение о соответствии этому набору критериев каким-то понятным образом. И это вряд ли может быть решение конкретного чиновника. Вот, на мой взгляд, в сегодняшней версии регулирующих документов, которые у нас на руках, отсутствует непосредственно судебная система. На мой взгляд, это решение вполне подсильное для принятия в суде. Если кто-то считает, что данный источник является нарушением таких-то и таких-то законодательных актов, давайте передадим решение о том, действительно ли это так в суд, и добьемся его решения. Но это, собственно, главное крайне преткновение, которое вокруг принятия закона имелся. Есть и второй, который на самом деле в прессе освещался мало, да и в интернете обсуждался не так подробно. Дело в том, что в конечном итоге за любым куском контента стоит конкретное лицо, то, юридическое или физическое, которое его породило, разместило и поддерживает. И цель. Да, конечно. Оно и должно быть целью воздействия соответствующих актов. Сегодняшний закон и его механизм реализации нацелен на ограничение доступа к IP-адресам или именам. Этого явно не достаточно. Вот это на этом сделаю акцент по поводу ответственности конкретного лица. И сейчас предлагаю послушать об одной из главных новостей не только последних дней, но и, несомненно, всего этого года. В Рунете начал функционировать единый реестр интернет-ресурсов, который содержит запрещенную к распространению информацию. Как и было заявлено ранее, доступ к черному списку предоставлен только интернет-провайдерам. Для остальных предусмотрена специальная форма проверки сайтов, размещенная на портале запретинфо.гов.ру. Там же можно подать жалобу на интернет-ресурс, который содержит предположительно противоправный контент. Реестр запрещенных сайтов в детище федерального закона 139, который был принят летом. Это для тех, кто не знает вдруг. Согласно этому документу, владелец сайта в трехдневный срок обязан удалить информацию, которую эксперт организации «Ведущий Рестр», то есть сейчас это Роскомнадзор, хотя говорили о том, что должна быть какая-то другая организация, негосударственная явно. Вот эти эксперты почитают вредный для детей, прежде всего. Если владелец ресурса этого не сделает, сайт подает в черный список, и хостинг-провайдеры в досудебном порядке должны будут закрывать к нему доступ. Рестр работает практически две недели. Полет нормальный, как вы считаете, или? Полет очень спорный, я бы сказал так. Потому что мы начали программу с новостью о том, что Лоркмор закрылся, и владельцы сайта сами не понимают, почему их закрыли. Они оперативно перевели при этом свой сайт на другой IP-адрес, и снова ресурс доступен на сегодня. Это о косяках, которые присутствуют в реализации этой технологии. Если кто-то придумал замок, то, безусловно, будет кто-то, кто придумает, как его открыть. Мы-то говорим про то, что сказал Андрей. Действительно, главным, наверное, на наш взгляд, являются правила, понятные всем. То есть, причем понятные как ответчику, так и ИСУ, так и всем зрителям, условно говоря, чтобы было понятно, за что наказали. Вот было такое-то слово, оно было призвано вредоносным, оно было призвано вредным для детей, оно было призвано террористическим, каким угодно, нецензурным, нарушающим религиозные какие-то каноны, и поэтому ресурс был закрыт. И, на мой взгляд, регулирование и какие-то ограничения, по сути, безусловно, правильно, по форме, по форме, но я бы сказал, это очень спорно и, наверное, странно. За первые 10 дней действия 139-го закона, это самая свежая информация, на ресурс запретинфо, на сайт, на имейл, вернее, запретинфо.инфо.собака.gov.ru поступило 8553 заявки. После первичного анализа рассмотрения было отказано 7711 заявителям. Причиной отказа в основном являются несоответствия сержания обозначенной заявки информации. Вот, в общем, было заблокировано, как я понял, 10 ресурсов на сегодня. Распространяющих запрещенную информацию, вот они попали уже в этот самый черный список. Включательно, что жалобу на сайт с запрещенным контентом можно подавать анонимно. Что, естественно, уже привело к тому, что многочисленные шутники стали в первые же часы подавать жалобы на правительственные сайты. В частности, за первую неделю работы поступило 85 жалоб на официальный сайт президента России кремлин.ру. Газета «Известия», ссылаясь на неназванные источники, утверждает, 63 пользователя обвинили Кремлин.ру в размещении детской порнографии. Три человека увидели на сайте методы и способы изготовления наркотических средств. Еще 19 человек считают, что посещение сайта президента может привести к суициду. Вот такие вот дела. То есть кто-то прикалывается, а кому-то с этим работать и жить. Можно только высказать сочувствие тем людям, которые должны принимать решение в такой ситуации. Потому что подавляющее большинство понятий, которые вы употребили, Максим, определены не срого. Что такое порнография до сих пор ведется достаточно серьезно. Детская порнография понятна все-таки. Думаю, что на Кремле все-таки ее нет. Здравому человеку. Не должно быть. А вот по поводу призыва к суициду, прямого или косвенного, бог его знает, действительно можешь трактовать как хочешь. Ну и здесь тоже можно сказать так. Человек вправе сказать, я хочу покончить жизнь самоубийством на улице. Кто в этом виноват? Улица? Ну, наверное, все-таки нет. Наверное, сам человек. И это возвращается нас к тому, о чем я говорю. Что нужно устанавливать источник того контента, который считается по каким-то причинам нарушающий общественные и государственные нормы. И уж тогда работать с ним. В общем, все еще непонятно, как со всем этим работать и как на самом деле ограждать детей. И вот в фильтре Максим Спиридонов мы спросили, как вы ограждаете своих детей от вредоносной информации в сети. Отвечаю следующее. Контент-фильтры, тематические беседы. Кстати говоря, тут очень полезно считаю тематические беседы. Примеры о том, как и чем информация может навредить. Далее. Фильтры Касперского. Следующий пользователь уже отвечает. Вполне справляются. Плюс Android Provider представляет такую опцию. Значит, Guard, думаю, будет очень конкурентен. Вот такое вот предложение. Значит, далее. Ну, тут Дневник.ру ответил. Мы Дневник.ру не допускаем проникновения в нашу систему. Видимо, не допускают проникновения в систему, вот, собственно, контента вредящего. Это входная цензура. Да. Что ж, один из механизмов. В каком-то смысле. В общем, что можно сказать, как мне кажется, по этому поводу в целом? То, что сегодняшняя реализация вот этого вот механизма фильтрации, реализация сужения о том, насколько те или иные ресурсы опасны или безопасны, все еще настолько несовершенно, что можно говорить даже о том, что это даже не школа развития этой истории, даже детский сад может быть ясли. А куда это двинется? Совсем коротко, если вот дать на 20 секунд осталась минута программы, резюме. Куда двинется дальше это? Как вот в идеале должно развиваться? Как вы считаете, Алексей? Ну, мне, честно говоря, сложно даже представить, какой это двинется. Я думаю, что все-таки устаканят сами по себе какие-то правила, с которыми большинство будет согласны, и правила большинства определят, что окей или не окей. Наверное, так. В какой срок, Андрей, вы думаете, будет происходить это вот устаканивание процедур фильтрации Рунета? Мы уже, видимо, от этого никуда не уйдем, они будут все равно существовать. В какой срок это будет происходить? Ну, это простой вопрос, потому что, наблюдая историю развития Рунета в России, мы можем судить достаточно легко, что около трех лет уходит до того момента, когда, наконец, вырабатываются некоторые более или менее общепринятые нормы и правила поведения по отношению новых объектов или новых явлений в интернете. Это средний показатель, но это так. Видимо, мы стоим в начале пути. Но я предсказываю, что, а, решение должно было, будет приниматься в частности судебным, и, б, обязательно должна быть ответственность тех, кто непосредственно размещает этот контент, а не адреса в интернете. Хорошо, спасибо большое. Это была программа Рунета сегодня, 12 ноября 2012 года. Напомню, что у нас слушали на 99,6 в Москве. Слушать нас нужно в каждый понедельник в 11.00. Что делать, я весьма рекомендую, либо подписываться на подкаст. Меня зовут Максим Спридонов. Всего доброго и пока. Спасибо большое.